слава украине привет всем от полонского ребята по ситуации в харьковской области потому что покатила очередная зрада у наших людей знаете чтобы зрада не покатила но это просто я не знаю все должно быть совершенно идеально это они зраду найдут и скажут все равно в идеальная в этом самом ситуации зрада потому что что-то там не идеально да мы это знаем и так новая зрада в харьковской области не уже расисты не атакуют не как они пытаются атаковать понятно пытаются идти вперед но совсем что-то не хреново это получается но зрады не по поводу атак рашистов они как раз больше отступают чем наступают зрада из-за другого пошла из-за того что там расисты видите ли начали копать траншеи большие укрепления фортификационные возводить технику загнали за вовчанском сзади то есть каком ну вовчанск от общей с границей да получается сколько от вовчанска до границы ну четыре с половиной километра ну вот вот как-то там совсем всего ничего вот а получается между вовчанском и границы они вдруг начали вот копать приблизительно в двух километрах от линии фронта то есть вот посередине где-то да начали вдруг копать траншеи линию обороны трактор пригнали там экскаватор пригнали еще какую-то фигню вот чмобиков там сорок три с половиной штуки к у каждого полторы лопаты и давай земля земля только летит да и все и все с рада понеслась значит посмотрите оказывается можно было выкопать значит траншеи харьковской области и выкопать все и не страшно в двух километрах посмотрите вон раши стероид двух километрах от линии фронта за вовчанском и никто им ничего не мешает ну что вам сказать можно на счет самого интересного уже никто ничего не роет все это технику сожгли в первый же день лишний состав который там занимался вот этим вот всем уже лишний дронами все разбили на хрен чего не осталось вот это вам собственно и вся линия обороны короче варианного контра пуплина была в зародыше так сказать потому что ну реально в двух километрах от линии фронта там копать нельзя было это нельзя взять уши прилетят дроны и просто все расхренячат так оно и получилось все вот это вот собственно говоря под ноль и убрали вот это первый момент это кстати ответ на вопрос тем кто вот говорит а как почему наши не выкопали прямо на границе что-то вот по тому же утра 6 сейчас копали кстати это еще показывает отчаяние путина потому что видите он когда задача какая у них была ну первое тянуть наши части из донецкого направления что не получилось вот а второе значит приблизиться к харькову настолько чтобы с харьков обстреливать ствольной артиллерией которая ну не перехватывается никак и очень маневренная то есть это харьков могли бы обстреливать с утра до вечера сделать его нежизнеспособным нажитесдатым да вот как это перевести на русскими вот нежизнеспособным то есть но потому что постоянно обстрелы из пушек вот вот таким вот образом был план и создание вот этой пресловутой полосы безопасности в лучшем случае а сейчас получилось так что они попытались срыть окопы в двух километрах от границы то есть но представьте себе в овчанск почти на границах между в овчанском и границей ну блин вот то есть это не получилось вот это сейчас могут откатываться увидите вот но дезрада покатила это естественно так что вот эта вся ситуация как бы история путинская с тем что он попытался сделать вот это наступление или контрнаступление и рашистам в харьков все-таки контрна наступление моничном звездюлей до этого получили хороших второй раз уже получают вот в харьковской области закончилась полным фиаско то есть теперь получилось все наоборот они в харьковскую область оттягивают из донецка и войска чтобы там не лопнул фронт и чтобы не драпали получилось все абсолютно с точностью да наоборот значит они рассчитывали что наши войска туда будут подтянуты в результате получили как говорится по самое не хочу попытались рыть окопы она тоже не получилось вот пути снабжения логистика которая доставляет там в овчанск либо под лыбци в лыбцях уже нет их давно вот под лыбци туда какие-то провианты оружие боеприпасы воду и так далее все это разбивается в хлам короче ситуация у них там мягко говоря незавидно вы зрадо зрадо зрадо